Zarium Games представляет Виртуальное животное Ну или, наконец, как в Японии Захлебнулся собственный слюной Очередной задрот League of Legends Все эти истории, безумные и не очень Мы будем рассказывать вам В новом формате игрового видео На нашем сайте А начнем мы с новости Которая недавно была опубликована Назариум Games В стране веселых покемонов Суицидальных самураев Разрушительных землетрясений И озабоченных школьниц Бессовестно продающих Собственные ношеные трусики По два доллара за штуку Жил себе 14-летний мальчик Хорошо жил, весело Ходил в школу Делал домашние задания Гонял мяч с ребятней во дворе И увлекался компьютерными играми Собственно, игры-то как раз Его до добра и не довели Однажды, идя домой из школы Или просто гуляя Зашел парнишка в магазин И купил себе видеоигру Не спросив разрешения у матери Которая, узнав об этом Наказала сына А коробку с диском отняла И спрятала Мальчик, как истинный потомок самураев Не стерпел такого унижения И, схватив нож для приготовления суши Ударил им женщину в спину Пятидесятилетняя японка Истекая кровью Кое-как добралась до телефонного аппарата И вызвала полицию Которая, приехав на место преступления Спустя некоторое время Обнаружила в доме женщину Лежащую валы лужи Собственной крови С торчащим из спины ножом И обеспокоенного мальчика Бегающего по дому Находясь уже в полицейском участке Мститель объяснил Что факт наказания Вывел его из себя И вдобавок к этому Он был еще и пьян Но мы-то знаем Что это все отмазки А на самом деле В мальчике просто дремал Дух недоразвитого самурая Который, дабы избавиться от позора Хотел сделать харакири Но не совсем верно Разобрался в ситуации Но еще более ужасный случай Произошел год назад в России Мальчик из города Туапсе Что в Краснодарском крае Как-то повздорил со своим отцом И тот забрал у парня клавиатуру Естественно, более бесчеловечного Способа наказания для геймера И придумать сложно Но парень, как это ни странно Не сильно обиделся И пошел смотреть киношку В узком семейном кругу Пару раз, правда, он интересовался И у родителей Когда же они пойдут спать Но те не придавали этим вопросам Особого значения И зря Когда киносеанс закончился Все разошлись по своим уголкам Но спокойной ночь Оказалась лишь на словах Сын затаил страшную обиду на родителей И как только те уснули Взял в руки кувалду И пошел в спальню разбираться с ними Поначалу целью малолетнего преступника Была мать Но смекнув, что папа может проснуться И защитить ее Забрав у парня еще и кувалду Наш герой нанес Семь мощных ударов По отцовскому черепу А после этого Нет, он не пошел в милицию сдаваться И не побежал в церковь Замаливать грехи Он, замахнувшись над лицом матери Огромным молотком Стал требовать Отдать ему любимую клавиатуру А когда та вернулась к нему Как ни в чем не бывало Отправился к компьютеру И сел играть Во время расследования Убийца вел себя нагло Невозмутимо и хладнокровно А единственное, что волновало Его больную голову Так это судьба любимого компьютера И будет ли у него возможность Резаться в видеоигры за решеткой Но плохиши не всегда достигают задуманного И об этом наш следующий сюжет Однажды американская бабушка смотрела телевизор А ее внуки играли в другой комнате в ГТА Обычный день, обычная семья Но вдруг, сломав дверь и наследив в прихожей В дом ворвались грабители И начали угрожать старушке оружием И требовать отдать им все деньги и ценности Хранящиеся в доме Возможно, бабулю бы хватил Кондратий Или, калюш здоровьем старуха покрепче Она бы, ковыляя и чертыхаясь Выложила бы преступникам все финансы Если бы в самый ответственный момент Из комнаты, где играли дети Не раздалось бы сообщение Ну то есть Это полиция, вы окружены Грабители, смекнув, что дела их плохи Быстренько ретировались из дома Позабыв и про бабулю, и про деньги, и про драгоценности Через несколько дней хозяйка дома Сэнди Уилсон Выразила искреннюю благодарность Компаниям Sony и Rockstar За отменную игру GTA Так сильно напугавшую грабителей Что интересно, не только игры мешают преступникам Вершить свои грязные дела Но и сами консоли Так в последнее время Приставки Xbox 360 и PlayStation 3 А также планшетники Стали чуть ли не основными средствами Поиска доказательств в судебных расследованиях Например, полиция может найти запрещенную информацию На жестких дисках подозреваемого Проверив даже чекпоинты в играх И скриншоты, сделанные с помощью Кинекта Все это может сыграть важную роль Во время судебных разбирательств И помочь представителям Фемиды Кроме того, власти пошли еще дальше И стали использовать онлайновые средства Для общения с подозреваемыми И записей этих переговоров Например, компания Microsoft Совсем недавно зарегистрировала патент На так называемый законный перехват То есть систему, позволяющую вести прослушку интернет-переговоров Включая использование таких известных систем Как Xbox Live и Skype Ну а чтобы уже окончательно добить подозреваемых Компания с радостью выдает полиции Их IP-адреса, логины и регистрационную информацию Такой способ вполне эффективен Но в то же время Благодаря несовершенной системе законов Целью посягательств на личную жизнь Может стать каждый владелец Xbox Чем не могут похвастаться, к примеру, поклонники PlayStation Но довольно на сегодня страшных историй Надеемся, что из нашей программы Каждый из вас извлек для себя какую-нибудь мораль Ну и до новых встреч на нашем сайте Оставайтесь с порталом Zarium Дальше будет интереснее Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»